Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами выкатим из ангара стандарт B. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, хотел попросить каждого из вас, как обычно, подписаться на мой канал, оценить мои труды, поддержать мои старания. Я стараюсь ради вас. И поставьте, пожалуйста, лайк данному видео, мне будет крайне это приятно. Итак, стандарт B, что он собой представляет? Посмотрим в технических характеристиках. Углубляться во все вот эти вот бронирования и все остальное мы не будем. Оценим это все по факту в бою, как оно действительно себя ведет, а не на бумаге. Что касается орудия. Топовое орудие установлено десяточное. Оно имеет 2275 единиц урона, что в принципе плюс-минус как для девятки СТ, но хотелось бы, как обычно, немножко лучше. Время перезарядки между выстрелами практически стандартное, как для всех танков с системой дозарядки. И 3 секунды это очень хорошо, как для шотов между тремя снарядами в магазине. Что касается времени дозарядки. Время дозарядки существенно отличается от того, которое было вам привычным на P44 Pantera. Но в то же время я бы сказал, что оно все-таки терпимое, как для девяточки. Что же касается подкалиберных, кумулятивных, осколочно-фугасных. Осколочно-фугасные вообще практически не использовал никогда. Кумулятивные не доставляют какого-то там прям вау-вау шота. По крайней мере, по моей практике играю в основном на подкалиберных. Итак, на подкалиберных бронепробитие 240 единиц. А этого достаточно для того, чтобы нормально отыгрывать на 9 уровне. Иногда даже, ну там, сталкиваясь где-то с десятками, тоже вам плюс-минус этого будет хватать. Но, что касается среднего урона, здесь уже немножко поинтереснее. Средний урон 350 единиц. И даже если мы округлим, то в любом случае за 9 секунд, то есть за 3 выстрела, вы наносите одному противнику, по сути, 1000 единиц урона. Если вы выкатываетесь на двух противников, которые являются один там недобитком в районе 300 и еще кто-то на 500, то, в принципе, у вас есть все шансы за 3 шота вынести и одного, и второго. Главное, чтобы вашей, ну, в принципе, собственной хп-шечки вам для этого хватило. Ну, вот как-то приблизительно так по орудию. Я выкачал себе и топовый движок, и топовые гусенички по одной простой причине, потому что танчик мне зашел, он есть у меня в ангаре, пока я его убирать оттуда не собираюсь. Ну, вот как-то приблизительно так выглядит мое субъективное мнение. Итак, закатимся в бой, посмотрим, что он собой представляет и насколько тяжело вам будет на нем играться, для того, чтобы открыть проджетку 65. Итак, мы находимся в топе, это уже неплохо. Мы находимся в Нью-Бэй, честно говоря, эта карта для СТ-шек мне вот крайне не нравится. Мне очень нравится на этой карте отыгрывать по линии ТТ, с ТТ-шками, перестреливаться там в самом городе. Да, вот, как правило, на мостик начинают все ехать, мостик начинают продавливать СТ-шки, но в данном случае нам поможет немножко Е-75, и для СТ-шек он является, ну, крайне суровым противником, потому что пробить его спереди, как правило, СТ-шкам, а уж тем более ЛТ-шкам крайне сложно. Сейчас попробуем немножко подсветить, а там дальше разберемся. Итак, первое, что мы заценим, это подвижность танчика. Подвижность у танчика очень неплохая. Ай, как рандомно не залетело, обидно, что капец. Ну, смотрите, подвижность у танчика довольно неплохая, он позволяет вам перемещаться по карте, он позволяет вам где-то кого-то немножечко подкрутнуть. Ну, и, в принципе, для СТ-шки большего желать, безусловно, как обычно, хотелось бы, но, к сожалению, ну, дружи, ну да, я спущусь вниз, но ты же видишь, что мне совсем с ним не везет. Поедь, ты с ним разберись, я не знаю. Может, у тебя лучше получится. Мы лучше поедем в Дефендера МК-1, попытаемся немножко разобрать, потому что, в принципе, на мостике нам не везет от слова совсем. Ну, вот она система дозарядки. Один шот мы сделали, дальше мы начинаем дозаряжаться, хотя в любой момент можем выстрелить еще раз. Сейчас попытаемся пободаться с ВЗшкой. Не успели мы с ней пободаться, нам помогли, но, ребят, огромное спасибо вам за это. Итак, подвижность, возвращаемся к нашей теме, просто шикарная. Вы крутитесь, вы ездите, вы заехали вот так вот в тыл и начинаете высаживать свой магазин. В принципе, вполне спокойно во врагов, но осталось только немножко спрятаться от него. Попытаемся сделать как-то вот так. Нам очень сильно повезло, он нас не добрал. Ну, а наша система дозарядки, она позволила нам уже перезарядиться и забрать его в ангар. Итак, вот такой вот он, на первый взгляд, танчик стандарт-Б. С системочкой дозарядки, с хорошей подвижностью и довольно неплохой точностью. Что касается времени сведения орудия после движения, ну, я бы сказал, что оно комфортное, оно нормальное, оно не затянутое. Оно такое, как оно должно быть, для того, чтобы все-таки этот танчик немножко отличался от своих собратьев, ну и, соответственно, у них тоже, чтобы были плюс-минус какие-то шансы. На дальних расстояниях выцеливать плюс-минус неплохо. Ну, как для среднего танка, это все-таки не ПТ. Итак, результаты боя. По результатам боя, с учетом того, что мы, я бы не сказал, что что-то особое сделали в бою, но хотя кого-то на себя отвлекали, где-то немножко подсветили, мы нанесли 2860 урона без особых напрягов, вообще не нагибая спину, да, мы сделали один фраг, мы получили больше тысячи опыта, с учетом, ну, если минусовать 3х, мы не ушли в минус, и мы заняли первое место, ребят, по урону. Это с учетом того, что мы, в принципе-то, и не делали нифига в этом бою, да, то есть мы просто вот поехали, покатались, плюнули, развернулись, поменяли направление, приехали, помогли добрать МК-1, потом перекинулись на ВЗ-шку, которую добрали без нас. То есть, ну, каким чудом мы накосили столько урона, я, честно говоря, вообще не понял. Ну, я, по крайней мере, не насчитал столько шотов, но вот так вот она играется, эта машинка, этот стандарт Б, и давайте попробуем еще один бой. Итак, в данном случае мы заходим уже против десяточек, против проджетки 65, к которой мы стремимся, против Леопарда 1. Я бы, да, не против был, чтобы все поехали на ЖД, потому что, честно говоря, прорываться на линию ТТ вот как-то, ну, вот, совсем не алло. Итак, все, да, все поехали на ЖД, кроме тех, кто на ЖД должен был поехать. Ладно, я думаю, что мы поедем сейчас с нашим Т-100, немножко пободаемся с врагами, скорее всего, сольемся, поскольку поддержки у нас, как таковой, пока нет, и пока наши ТТ, которые, слава богу, все-таки решились поехать к нам, к нам подтянутся, я боюсь, что нас тут уже разберут, если все противники поехали сюда. Пока нам фартит, а там дальше посмотрим. Итак, вот она в действии подвижность, сейчас посмотрим на стрельбу на дальнем расстоянии, поскольку, как я понимаю, здесь врагов нет, они все перекинулись на тот фланг. Заехать в тыл на данном танчике абсолютно несложно, но что хотелось бы действительно отметить, так то, что предыдущий бой нам показал одну простую истину. Катать на стандарте Б для того, чтобы выкачать парджетку 65 для вас не составит труда. Вы не будете плакать, вы не будете расстраиваться. Может, у вас периодически будут какие-то прям совсем сливные бои, но это машинка непостоянного слива. Это машинка, которая позволяет вам очень часто отыгрывать очень хорошо и приятно. Итак, сейчас мы подкатимся, попробуем высадить в кого-то барабан. Вот как-то вот так. Вот мы сейчас будем делать. И вот так. То есть, в принципе, вот эта вот система перезарядки и до зарядки, и сам барабанщик, она позволяет вполне спокойно переключить свой огонь с одного врага на другого и, в принципе, ну, не иметь с этим каких-то определенных проблем. Пушечка вращается, ну, крайне бодренько, крайне приятненько. И, в принципе, выцеливать врагов, которые от вас пытаются убегать, для вас тоже не будет существенной проблемой. Ну, и вот так вот убежать от врага, для того, чтобы он в тебя сейчас не шотнул, у вас тоже будет получаться. Жаль, немножко не дотянули мы. Могли сейчас сделать фраг. Чутка нам не хватило. Все-таки игра немножко помогает противникам тоже, для того, чтобы они немножко дольше пожили в бою. Оставляет им какой-нибудь кусочек ХП. Ну, и вот они, результаты боя. Как и в прошлый раз, наша команда великолепно отыграла. Ребята, все молодцы. Такое впечатление, что играл опять с той же самой командой, с которой играл в прошлом бою. Опять, ну, вообще непонятно, откуда у вас 2000 с копейками урона на этой машинке и один фраг. Я, честно говоря, опять-таки не помню, чтобы мы нанесли такое количество урона за бой, но раз он нам насчитан, значит он есть. Мы заняли опять, ну, да, уже не опять, не среднячковое, а уже приближенное к верхней позиции место. Наш 60 ТП отыграл вообще просто как бог. Он нанес практически 5000 единиц урона и сделал два фрага, за что ему большое спасибо. Я думаю, что мы, в принципе, и обязаны победой. В первую очередь 60 ТП. Я думаю, что честным будет его похвалить. Не знаю, кто ему вот это вот поставил. Скорее всего, враги, которые были обозленные на него. Но вот как-то приблизительно так. Нас тоже отметили, отметили уточкой. Ну, уточкой да и уточкой. Хотели, наверное, поставить мне вот это вот. Ну, а может и вот это. Ну, да ладно. Уточка да и уточка. Мне уточка всегда приятно. Спасибо большое. Кря-кря. Итак, ребятки, давайте будем суммировать. А суммируем мы следующее. Стандарт Б это машинка, с которой вы столкнетесь, идя к 65-ке и больше чем уверен, что оставите при наличии свободного места в ангаре, оставите себе эту машинку, чтобы периодически ее выкатывать. Очень фановая машинка, очень веселая и позволяющая наносить большое количество урона за бой, вообще не напрягаясь, без грыж в спине, ну и, я бы сказал, без всяких слез на ваших лицах. Ребят, играйте в танки, качайтесь, покупайте премы, получайте удовольствие, фантись, возвращайтесь на мой канал, подписывайтесь на него, ставьте лайки. Я всегда буду рад вам на своем канале. Всех благ, всего хорошего, ну и, как обычно, мира вам.